Андрей Шипилов, он журналист и политический эмигрант. Сейчас мы узнаем, есть ли у нас уже стойкая связь. Здравствуйте, мы видим вас. Здравствуйте, я тоже вижу себя и вас. Андрей, вот скажите, даже когда я вас представлял наш коллега, журналист, политэмигрант, вот как это в эмиграции, как вы себя чувствуете, какие новые эмоции и чувства у вас? Я скажу так, с 24 февраля 2022 года я себя чувствую не очень хорошо, потому что с этого момента обладание российским паспортом стало, ну, паспорт очень токсичный стал. А вот смотрите, есть сразу два таких момента. Одни политэмигранты говорят, смотрите, мы уже уехали от Путина, это не мы начали войну, это все Путин. А когда им ставят вопрос, ну, это же не Путин уничтожает города, это не лично Путин занимается мародерством, убийством и насилованием, они тогда обижаются, говорят, мы вам плечо подставляем, а вы на нас прете. Это одна линия. И вот вторая, это так, как сказали вы, о токсичном паспорте и вот такое новое чувство. Вот какая будет преобладать в ближайшем будущем в российской политэмиграции струя из этих двух, которые, а может еще какая-то третья, но ваше мнение интересует. Не та, не та, потому что и то, и то, в общем-то, явление, скажем так, нетипичное, потому что токсичность российского паспорта, это данность, которая ни от чего не зависит уже, она вот просто есть, если человек гражданин России, к нему относятся соответственно. И если вы не такой русский, слово «хорошее» употреблять не буду, вам это придется доказывать ежесекундно, ежеминутно и все равно. В общем-то, будет мне очень приятно. А что касается вот того, что вы с чего начали, так называемой коллективной ответственности, кто отвечает, кто за что ответственен, я полагаю, что отвечают все. Те, кто не остановил этот беспредел, который начался в 1998 году с приходом в власть товарища Кримакова. Не знаю, как вы, как другие, но я уже тогда очень четко понял, куда все дело идет. Но оставался в России до 2014 года, когда меня просто вежливо не попросили уехать оттуда. Просто подошли, сказали, уехать, Андрей Михайлович, если не хотите, чтобы у вас были неприятности. Я уехал. А на каком уровне вас вот так вытесняли и предупреждали? Это были просто как бы друзья, которые принесли... На уровне председателя Думского комитета. Нормально. Да, кстати, вот, думая, что уже дальше пробивать дно некуда, а потом снизу стучат и кричат, эй, вы, инсайдер, эй, вы, Беллингкет, все, вы уже враги народа, вы уже нежелательны. Это следующий вариант по нашим коллегам, журналистам-расследователям, удар от Генпрокуратуры Российской Федерации. Куда пойдут журналисты, журналисты, не пропагандисты, а журналисты России? В подполье? Или будут тихонько что-то там под псевдонимами в Телеграме и в ТикТоке делать? Вот ваш прогноз. Мой прогноз такой, что если человек, находясь в России после 2015 года, оставался журналистом, числился журналистом, называл себя журналистом и работал журналистом, он не является журналистом, он является пропагандистом. Стоп, стоп, а коллеги, например, с сайта «Медуза» или других сейчас скажут, ну что вы на нас так-то, мы тут с последних сил стараемся, рискуем, даже к нам прилетает за какие-то расследования, как прилетело редактором «Медузы», а вы говорите, что они все пропагандисты. Да, я так говорю, и в общем-то они знают, что я так говорю. Я даже готов это обосновать, готов доказать с фактами, с цифрами в руках, но это, наверное, тема отдельной передачи, а не такого корженникового включения. Андрей, ну мы зафиксировали вашу позицию, она была интересна, главное, что мы ее услышали. А тем временем МВД России объявила в розыск журналиста Евгения Киселева. Он теперь в базе разыскиваемых лиц, карточка на Киселева. По какой статье, правда, непонятно, но вот просто идиотизм этой ситуации. Евгений Киселев публичен, работает уже годами здесь, в Киеве. Вот зачем вот такие штучки выбрасывать? Ну это глупо выглядеть или цель какая-то другая? Это просто троллинг, у них тоже есть своеобразное чувство юмора. В общем-то иногда даже неплохое чувство юмора, хотя очень злое, очень мерзкое, но это просто троллинг, вот моя точка зрения. Хорошо, если троллинг того же порядка, вот знаете, когда после того, как эти российские садисты вышли из Бучи, то Путин присвоил дивизии, что там находилось в звании гвардейской. Ну вот такой жест был, это тоже был троллинг, вот это троллинг того же порядка. Да, ну вот когда читаем разные реакции на вчерашний обстрел в день мирного населения в центральной площади Винницы, мы видим, как пошли и поехали. Ну от пропагандистов мы и ожидали от всяких Соловьевых такую реакцию и от Симоньян. Но много других, в том числе и военкоры, начали писать, ээээ, это мало такой Винницы, давай побольше, давай побольше роддомов, школ и так далее. Вот откуда это все? Извините, у вас в эфире матом можно ругаться? Не знаю, пробуйте. Ну скажу так, а чего можно ожидать от ебанутых на голову людей? Но многие из них еще 10 лет назад были нормальными, да? Так у нас, бывает, наши коллеги включаются, говорят, а я еще помню молодого, там, подающего надежды Соловьева, там и другие вещи. Я в реальном времени не видел, как многие мои единомышленники, друзья, превращались в орков, превращались в амбразий. Среди них есть очень известные люди. И если вот вы возьмете теперешнего человека, человека десятилетней давности, это совсем разные люди. Эти слова приписывают Чехову, я у них их не находил, не знаю, правда это или нет, но слова такие, что если свежий огурец бросить в бочку с солеными огурцами, как бы он не изворачивался, как бы он не уклонялся, он все равно просолится. В общем, атмосфера в России такая, вот этот бульон, в котором плавают люди, такой, что не просолиться нельзя. Если бы я не уехал в 2014 году, я, в общем, просто счастлив сейчас уже, я понимаю, что то, что мне пришлось уехать, тогда я воспринимал, может быть, как трагедию, и сейчас это я воспринимаю как благо. Потому что если бы я остался, я не уверен, что я не был бы еще одним расистским пропагандистом, вроде Скобеевой. Андрей, я про другое хочу вас расспросить. Вы подтвердите, вы же из Кипра сейчас с нами общаетесь, правильно? Да. Вот, тоже такой интересный регион, непростые исторические события были, особенно во второй половине 20 века. Вот просто интересно, нам тоже, как бы говорят, можно остров поделить, можно Корею полуостров поделить по 38 параллели, сделать северную и южную. Можно, наверное, Украину поделить, сделать из нее какую-то там украинско-нацистная укропная республика и свободная российская Украина на оккупированных территориях. Вот такой сценарий, он в Кремле рассматривается, по-вашему? Он витает в головах тех, кто сейчас начал вдруг орать, вы должны признать реалии оккупации Юга и Востока Украины? Тут даже не мое мнение, я просто точно знаю, как обстоят дела. Цель Кремля – уничтожить Украину полностью, чтобы такого государства не существовало на карте. Как промежуточный этап, вот, как, скажем, какая-то тактическая уступка, Кремль может пойти на то, чтобы потребовать раздела Украины. Но это будет, ну, просто какая-то временная цель Кремля – уничтожить Украину, не растяйте ее. Чтобы не было такой страны, чтобы не было такого народа. Цель четкая. Да. А я более бы спрашивал, а какие настроения вот там, где вы сейчас, вот, как там смотрят на то, что происходит сегодня? Ну, есть еще опыт прошлого, а там черных полковников, да мы помним, да все и другие вещи мы помним. Вот, какие настроения, вот, конкретно у вас на Кипре, вот, когда люди… Я, наверное, я не типичный киприот, настроения такие, что население на Кипре в основном не информировано, не то, что мало, а вообще не информировано о том, что происходит. Российская пропаганда здесь работает очень хорошо, очень качественно, очень эффективно. Тут есть российские радиостанции, выходит российская пресса, вроде даже есть российское телевидение, мне говорили, хотя я его не смотрю. То есть, со стороны российской информационной пропаганды здесь все нормально, а вот другой пропаганды со стороны Украины, со стороны, может быть, российской оппозиции я здесь не вижу. Поэтому информировалось на население очень-очень-очень низкой планеты. Я могу сказать, что, к примеру, вот, ну, наверное, из десяти нативных киприотов, с которыми я общаюсь, шестеро точно уверены, что если бы Путин не вел войска, то НАТО бы захватило Украину и всем бы было очень плохо. – Да, интересная информация. Я даже выпал в осадок, да? А как же так, ну, как бы, официальная позиция, как же вот это все, что называется, свободная пресса, санкции, оно же все тоже ощущается? – Что Кипр – аграрная страна. Вот эта прослойка высокообразованных интеллигентных людей, которые здесь присутствуют и которые понимают четко, скажем так, университетская среда, отчасти чиновничья среда, они понимают, что к чему они ориентируются. Мы говорим вот об этих, о людях от Сащи, которых здесь большинство. Ну, тут не от Сащи, тут, конечно, от механизированного плога, возможно, даже компетентализированного, но тем не менее. – Да, ну, вот выходит так, что и на Кипре есть свой глубинный киприотский народ. И вот просто интересно, вот даже если просто представить, мы же видели, как развивалась фактически военная фашистская пропаганда в России на наших глазах, да? – Опираясь на готовность, так называемого, глубинного народа, народа с легкой руки, с рук, мы так говорим, да, вот, принимать эту пропаганду, эти фейки, переводить их на уровень каких-то заповедей и делать себе новый культ. – А вот если бы такой эксперимент с киприотами, с глубинными, про которых вы нам только что рассказали, да, вот если бы кто-то вдруг, да и начал делать, не знаю, там, Кипрскую народную республику, исконно российскую, с высадкой берез, прошло бы… – Это невозможно, это нереально, надо понимать, что Кипр – это действительно свободная демократическая страна, тут народ совсем с другим менталитетом, народ, который имеет за плечами гигантский опыт борьбы с турецкими захватчиками, гигантский опыт партизанской борьбы за освобождение от английского колонаризма, здесь люди совсем другие. – Ага. – Речь идет о другом, когда я говорю, тут, смотрите, это чисто на бытовом уровне, вот, до вторжения России в Украину, бензин стоил евро 10 центов, сейчас он стоит евро 90 центов, он подорожал более чем 50 процентов. – И, естественно, народу это не нравится, народ задает вопросы, почему так происходит, и российская пропаганда преподносит уже готовый ответ, а это потому, что Украина не готова подписать мирный договор. Вот, вот, если бы она сейчас подписала бы мирный договор на расистских условиях, то тогда бы все вернулось, стало как прививки. Народ начинает не думать, а чего, действительно, бронена, чего она… – И предлагает подписать мир, она не хочет мир, она против войны, а из-за этого у нас тут бензин евро 90. – Да, Андрей, вы же сказали, что люди с историей и опытом борьбы, люди могут иметь только один вид фейков российской пропаганды, но они же принадлежат к гомо сапиенсам, то есть причинно-следственные цепи не разорваны российским федеральным телевизором. Они же должны понимать, что если вчера был дешевле бензин, а вот сегодня он дороже, то причина – не укропы, которые не хотят сдать свою оккупированную территорию, а, наверное, те, кто напали и начали войну, или в кем-то изорвании. – Извините, вы не понимаете, как работают мозги людей. Что такое Украина? Вот есть Типр, тут все понятно. Вот есть турецкие, тут тоже есть турецкие оккупированные… – Да. – Части острова, и тут все. Типр, здесь народ очень непрекрасный народ. И когда очень трезвомыслящий, очень четко понимающий ситуацию, но он понимает ситуацию здесь, а Украина – это где-то там, Зимбабве, не знаю, это Уганда. – Вот вы, наверное, слышали. Африка – резня между двумя племенами. Одно племя вырезало в другое. Вам, конечно, это не нравится, но это настолько далеко от вас. – Вот здесь примерно то же самое. Поэтому не ведется, к сожалению, не ведется никакой информационной работы со стороны Украины. – Да, кстати, интересно, это же была зона и офшоров, и украинские политики, там и не только деньги, но и недвижимость тоже приобретали. То есть, как бы, украинское присутствие на острове было до войны. Вот сейчас оно как-то ощущается или нет? – Оно и сейчас есть. Понимаете, вот опять особенность менталитета. Они до сих пор не видят разницы между русскими и украинцами здесь. Они зачастую эту вообще войну воспринимают как гражданскую. Когда ты приходишь, я прихожу в отель и говорю, ребята, а что у вас тут есть русские и украинцы, а что у вас нет украинского флага? Да как, вон, в России скифлаг висит. Вот реакция. – И при этом они точно знают разницу между греками и турками, правда? – Более того, они очень четко знают разницу между греками материковыми и греками киприотами. – И киприотами. Да. То есть, а как это работает? Вот здесь вижу, здесь вижу, а здесь рыбу заворачивали, здесь не вижу. – Ну, я вам уже говорил об этом. Одно дело, вот возьмите Соединенные Штаты Америки. Когда там кто-то, какой-то чеченец где-то чего-то взорвал, я помню, протесты начались у чешского посольства. – Почему? Потому что че и чеченя начинаются на че. – Фантастически. Да, Андрей, я вернусь все-таки к эмиграции и к тому, что, говорят, вот после войны, после переформатирования, ну, заново воссоздания России, некоторые из них говорят, мы готовы будем приехать, если вернется демократическая практика, институты, закон, вот, но только часть. А вы как это на это все смотрите? – Поймите, что тот, кто стремится в России, верит в то, что там может быть восстановлено, вот просто Путин уйдет и восстановится демократическая практика, демократические институты, этого не будет и этого не может быть в принципе. – Почему? А если будет внешнее управление некоторое время, если будут задействованы такими? – Другое дело, понимаете, внешнее управление – это уже установление демократии извне. Мы говорим, да, но это не на некоторое время, это десятилетие. Готово. Понимаете, в чем менталитет русского народа? Вот сейчас Путин может делать с русским народом все, что угодно, и русский народ будет об этом глотать. А если придет внешний управитель, тот же самый американец, и начнет делать правильные демократические вещи, то весь русский народ поднимется на партизанское движение, начнет взрывать американских оккупантов и так далее. Ну, примерно то же самое, что мы сейчас в Ираке. – Ну да, да. Но тоже вы видели, как, скажем так, кампания против Саддама, да, и освобождение страны просто в несколько недель перешли в режим сопротивления оккупации. Да, я был на этой войне, я тоже это отслеживал. Так, а что вы тогда видите, если такого не будет, это что уже? Территория навсегда потеряна для цивилизованного мира? Я про Россию. – Навсегда вряд ли, но на обозримое будущее для нашего поколения, да. Даже не для нашего, для следующего поколения. Если бы у России не было ядерного оружия, я бы сказал, наверное, что наилучшим исходом было бы разделение России на несколько более мелких государств, по какому-то признаку, которое легче бы контролировалось. Ну, просто физически сложно такую территорию контролировать. Гораздо быстрее пошли бы демократические процессы. Но у России есть ядерное оружие. Это означает, что в ходе дележа территории России между потенциальными государственными наследниками это оружие с высокой вероятностью будет применено. Да, наверняка будет применено. А я еще хотел вспомнить еще одну главную составляющую вот этих наших дискуссий. Если даже представить себе какой-то момент перезапуск, скажем так, новой России, это невозможно без коллективного покаяния. Но почему-то никто не верит, что оно вообще как процесс возможен. А без этого ничего не выйдет. А его не будет к коллективному покаянию. Обратите внимание, вот возьмем госпожу Овсяникову, которая, в общем-то, совершила поступок, даже подвиг, она выбежала в прямом эфире с таким плакатиком. И я все ждал, несколько месяцев ждал, когда госпожа Овсяникова скажет, покается, скажет, что я была виновата, я работал на этот режим, простите меня. Нет, покаяния нет. Возьмем Машу Баронову, всем известную, которая пошла работать в РТ, и когда началась агрессия, она из РТ ушла. И, собственно говоря, это тоже нормальный, хороший поступок. Я ждал, что сейчас Маша Барона скажет, друзья, я была не права, я каюсь. Но когда я у нее спросил, Маша, а когда покаяться не хочешь, она меня забанила. Она не будет каяться, никто не будет каяться в этой стране, потому что это страна с уголовным менталитетом. А в рамках уголовного менталитета признать свою неправоту и покаяться, это такое западло, что сразу станешь опущен. Никогда. Грустный зэковский шансон у нас вышел вместо светлого будущего. Обеспокоения возрождения не будет. Именно поэтому я и говорю, что... Именно поэтому я и спрашивал, Андрей. Очень приятно было с вами общаться. Спасибо вам за участие в нашей программе, Андрей Шипилов, журналист, киприот, политэмигрант. До новых встреч на канале «Утро февраля».